Сразу после? Раз, раз. Всем добрый день. Тема моей презентации – сетевая симуляция устройств на базе MikroTik RouterOS. Тренировка и практика. Меня зовут Мазар Тимур. Я работаю в компании iTech. Занимаемся мы разработкой, внедрением и оптимизацией различных информационных систем и также интеграцией уже существующей системы. Сегодняшняя презентация, я хотел бы задеть тему, когда я сдавал начальную сертификацию MikroTik, у меня возникла потребность подкрепить мои полученные теоретические знания на курсе, на курсе, в практике. Так как у меня не было возможности это использовать с физическими роутерами, у меня была необходимость использовать виртуализацию. В этой презентации я хочу вас познакомить. Те, которые знают, может рассказать что-нибудь новое про эти виртуализационные системы. Для тех, кто не знает, то есть познакомились с ними первый раз. Какие есть особенности, какие есть особенности настройки этих платформ. Для кого это может, собственно, и понадобиться? Ну, первое, то, что и в моем случае и случилось, это изучение сетевых технологий в комфортных условиях. То есть спокойно себе разложив и установив на рабочей машине, будь то ПК или ноутбук, виртуальную среду, на которой можно поднять определенное количество виртуальных машин, виртуальных девайсов на роутероз. Конечно, все в пределах, насколько позволяет хост-машина. И, собственно, изучать, подкреплять знания практики. Второе, это тестирование нововведений на виртуальном оборудовании, прежде чем обновлять реальное железо. Появляются новые фичи, у многих людей есть непреодолимое желание обновлять оборудование, проверять новые фишки, бонусы. Для них более-менее безопасным вариантом будет это использовать в виртуальной среде, нежели сразу же бросаться на реальное железо. И третье, что касается более-менее реальным сценарием, это подготовка к сертификациям. Конечно, если задача не выходит за возможности виртуализационных сред и виртуальных машин, под которыми поднимается роутероз. И аскетичный план презентации. Хочу показать вам два продукта. Unified Networking Lab и Graphic Network Simulator. Постараюсь адекватно привести аргументы за GNS и UNetLab. Это не будет сравнение за и против, просто будет мое субъективное мнение. Какие есть преимущества у каждой из этих платформ для виртуализации? Они обе достойны внимания. Первое, с чего хочется начать, это с выбора, собственно, хост-машины, если вообще ставится таким образом вопрос. По поводу процессорной части, если будем говорить о GNS, то CPU не имеет каких-то категоричных ограничений, потому что чем лучше процесс, конечно, тем меньше будут тайминги, лучше будет работа, но завести можно на любой тачке среднего уровня. RAM не менее 4 гигов по практике. При полноценно загруженной системе, если в топологии есть виртуальные машины, поднятые на Linux для тестирования какого-нибудь софта, нагрузки, пару роутбросов, то 4 гигов бывает недостаточно. Но все-таки можно уместиться. 4 гига – это обычный пользовательский ноутбук. Сейчас это повсеместно, поэтому не думается, что с этим будет проблема. Выбор ОС и GNS3 можно считать мультиплатформой. Сам тестировал на Windows, Linux, на Linux Debian дистрибутивах в основном. На остальных так не скажу. И macOS. Что касается UnetLab, он в основе своем базируется на Ubuntu, то есть он поставляется как машина, образ можно установить и уже на работающий Ubuntu, и поставляется как уже готовый образ с инсталлированным софтом UnetLab. Собственно, UnetLab следующее, о чем я хотел вам рассказать. UnetLab – мультивендорная платформа для моделирования виртуальной сети из маршрутизаторов, коммутаторов, устройств безопасности, виртуальных серверов. Что примечательно, UnetLab имеет веб-интерфейс, хостится на Ubuntu-машине. В основном из рекомендуемых разработчиков способов эксплуатации этой платформы поднятия на VMware-продукте Workstation и SXI VMware Player. И что примечательного еще, помимо и довольно-таки полезной фичи, в одном из последних обновлений, относительно последних, в 0.954, был введен многопользовательский режим. Тип установки. Как и говорил выше, раньше, UnetLab оставляется вместе с… Это уже экспортируемый образ в формате .ovo для импортирования в VMware-продукты. VMware для физических лиц будет доступным решением, так как он бесплатно доступен на сайте официально. Установка. Установка сама по себе ничего сложного не представляет, поэтому тут особо даже объяснять-то и нечего. То есть если мы берем, в примере, это Workstation. Да, Workstation. При импортировании машины единственное, что спрашивается у юзера настройки конфигурации сети, сервера NTP и сброса стандартного пароля. Сразу же после загрузки нас встречает на первом скриншоте, видим его стандартный VMware, стандартный виртуальный интерфейс, его адрес, по которому можно адресоваться с хост машины, на котором запущен VMware, на нем поднято Ubuntu. И все. В принципе, Uniglap уже готов. То есть участие юзера в настройке минимально запускается в течение минут 5-6. Никаких трудностей не возникает. Все. Осталось добавить к нашей уже готовой системе QEMO. Немножко о QEMO. QEMO – свободное ПО с эмуляцией довольно-таки большого количества аппаратного обеспечения эмулимпроцессоров AMD64, Intel x86, MIPS, ARM, PowerPC и огромный-огромный список, которые у них есть, его библиотека или работа с определенным оборудованием, внушает. работает почти на всех операционных системах, не составляет труда запустить в них. При использовании в качестве виртуализатора QEMO транслирует свой код напрямую на хост-машину, что позволяет ему достигать приличной производительности, как на родном железе. Особенности в Unified Networking Lab в Unified Networking Lab добавления раутера OS. В каталоге, который приведен на слайде, последняя папка важна, так как название микротик является этаким тегом для идентификации софтом Unified Networking Lab для идентификации, что именно в этой папке находится микротик. На официальном сайте есть целые списки соответствия программного обеспечения оборудования, эмулируемого в Unified Networking Lab и его тегами, из чего должны как должны называться каталоги для того, чтобы Unified Networking Lab правильно считывал их. имя, образы и расширения hda.qcode2. Собственно, при подключении к тому же API-шнику 13.129 нас встречает милый интерфейс веб. При логировании и подключении стандартный логин и пароль всегда админ UNL. Это, собственно, не раз упоминается при установке, то есть не помнить этого проблемно. Удобно. Сразу при запуске мы видим степень нагруженности хост-машины, то есть наши мута-машины подняты на VMware, либо это какая-то удаленная машина, если это многопользовательский режим, мы видим насколько сильно загружена сейчас тачка, кто-то на ней работает, либо кто-то что-то оставил работающую, какую-то топологию. создание лаборатории это, конечно, не GUI-интерфейс, есть некоторые задержки, некоторые баги, но в принципе все работает идеально. где мы добавляем устройства в Networks, Nodes и Pictures, в нодах, когда мы выбираем, раскрываем список оборудования, которые можно выбрать, у нас может не появиться MicroTec Road ROS, потому что если мы инсталлировали и скачали напрямую с веб-сайта, они очень медленно реагируют на обновления, вернее не то, что медленно реагируют на обновления, они стараются держать больше LTS версии, то есть более-менее стабильной версии и требуется просто заапдейтить уже готовую систему через под правами рута abget install unitlab поверх всего этого. Потом после перезагрузки Ubuntu машины VMware мы получаем в нашем списке MicroTec Road ROS. Если мы все правильно инсталлировали, то у нас на второй строке сразу же автоматически добавляется наш каталог, в котором есть живой образ MicroTec Road и дальше уже смотря за какие цели преследуем, расставляем определенные параметры. Здесь на скриншоте конфигурации по умолчанию я обычно ставил на 128 мегабайт. Обычно вообще такой потребности не было, загружается она в минимум. На этом слайде видно, что представляет из себя список оборудования, которые мы добавили в нашу сессию и с чем мы можем иметь дело, что мы манипулируем. Что интересно, сети в UnitLab линки между роутерами добавляются отдельно. Это собственно единственное, что приводит немножко замешательства при работе с UnitLab после GUI интерфейса GNS3. Собственно, после этого момента дальше все тривиально и просто. В принципе, как и было до этого, мы добавляем линки, добавляем интерфейсы, логинимся на каждое устройство. Нам доступно по двойному клику и при настройке здесь мы выбираем какой тип подключения. Либо это будет TotalNet, либо это будет консоль. И в принципе все. На этом с UnitLab и с его первоначальной настройкой и он уже готов к работе. Второй продукт GNS, Graphic Network Simulator. Является тем же самым виртуализатором платформы виртуализации, которая отличается тем, что она полноценное инсталируемое приложение на хост-машину и обладает GUI-интерфейсом. Также в отличие от UnitLab она поддерживает мультиплатформенность, Windows, Linux работает без никаких проблем на Windows и Linux, на MacOS не было возможности проверять. Можно подключаться напрямую к сети, созданной в GNS, снифать, анализировать трафик, поднимать машины на виртуал боксе, если не нравится QM, можно пользоваться QM, дай нами, добавлять цифрового образа, если есть такая, конечно, потребность. На самом деле GNS довольно-таки распространенный графический симулятор, большая база комьюнити, довольно-таки интересный проект. Инсталляция на Ubuntu тривиальная, такая же, как и на UnitLab. Единственное, что нам нужно сделать, это добавить репозиторий, заапдейтиться и инсталлировать собственно GNS. В пакет входят стандартные Wireshack Dynamics QM, оболочка GNS3 и два других компонента, это Virtual PC Simulator и CPU Limit. CPU Limit предназначен для предотвращения троллинга на хост-машине при запуске вообще при запуске GNS и собственно нагрузки их нему виртуальным оборудованием. Virtual PC Simulator предназначен для обычного тестирования хост-машин внутри сетей, которые мы создаем внутри GNS3. Добавление к моему образа в GNS3 чем-то похоже на добавление в UnitLab. Собственно всем оно похоже. Единственное, что при установке микротеку образа, то что видно по второму скриншоту, важно понимать где у вас находятся ваши образа и добавлять либо их в тот же каталог, с которым вы работаете, либо добавлять полные адреса. Некоторые, кто не имеют опыта с работой в Linux системах, почему-то допускают ошибки, хотя вроде как бы это логичные вещи. настройка к моему машины в самом GNS3. Нам доступно из библиотек огромное количество, так же самое, как в NetLab, то есть никаких ограничений GNS3 на к моему машину не дает. Единственное, нужно помнить, что к моему машину создается с одним интерфейсом. В GNS она добавляется с одним интерфейсом. Он у нас, если это классический x86, мы добавляем его, это определенный, у него остается свой Mac. При добавлении интерфейсов на втором скриншоте слева создаются получается виртуальные и при добавлении устройства в топологию важно понимать, что у нас могут быть конфликты только из-за того, что мы забыли о том, что первый интерфейс у нас везде одинаков. Поэтому всегда не забываем при добавлении образа в топологию сеть о том, что нужно править этот момент. следующее, что нужно помнить, в GNS всегда первый интерфейс это Ether0, в роутер OS это всегда будет на одно значение выше. Недавно, ну как недавно, нельзя сказать, что это было совсем недавно, но довольно-таки приятная была новость о Cloud Host роутере, образе, который слышали в начальном вступлении Cloud Host роутере, образе, который имеет полную функциональность, но с одним, без привязки какой-либо лицензии, но ограничен одним мегабитом на интерфейс. Собственно, его описание официальное описывает его назначение и наше использование в нашем случае, то есть идеальная среда для тестирования. явные недостатки. Явные недостатки, которые здесь приведены, они больше относятся и QNET Lab, и к GNS, и к другим виртуализаторам, то есть это виртуализация только кабельных соединений, то есть варилась, даже не может идти и речи. И второе, отсутствие возможности эмулировать коммутаторы, асик микросхемы, которые по мощности далеко впереди по сравнению с реальными хост возможностями коммутации пакетов на хост-машине. Это не сравнение, это просто объективные особенности каждой из сред. Понятно, что каждая из них заточена под Cisco, то есть UNetLab, GNS3, все разработчики изначально пилилась под EOS, под Cisco образы. И когда приводишь какие-то плюсы для микротик, довольно-таки трудно выбирать эти особенности, если работаешь только с роутер ОС. UNetLab, веб-интерфейс, мультиплатформа для клиента, и нет лимита на количество RAM под QEM, тут имеется в виду про 2 гигабайта на QEM-у-машину. GNS, GUI-оболочка, GUI-интерфейс всеми любимые, ну не всеми любимые, большинством любимые, знакомые и более-менее понятные. Те, которые неважны. Drag-and-drop манипуляция, однопользовательская система, ну это скорее всего минус, чем плюс, но резкий, резко выделяется на фоне UNetLab. Наличие достаточной документации, форумы, опять же, большая база разработчиков и пользователей дают свое, то есть, если случается какая-то проблема, какая-то ситуация, существует не только официальный форум с поддержкой разработчиков и комьюнити, существует много и русскоязычных сайтов, англоязычных на порядках конечно больше, русскоязычных появляется форумов, по крайней мере в веток форумов появляется все больше и больше, что очень приятно. Продукт нравится людям, пользуется, чем больше людей будет, чем больше тестировщиков, тем больше качественнее продукт будет становиться. И собственно вывод из краткого обзора виртуальных симуляторов. Видно, что платформу виртуализации довольно-таки просто, пользоваться им довольно-таки просто, функционал позволяет пощупать новое, поднимать виртуалки, за виртуализацией в будущем будет много чего интересного, экспериментировать лучше там. Много преимуществ. В моем случае для экспериментов пал выбор на GNS, опять же, из-за GUI, drag-and-drop манипуляции. собственно в GNS3 у меня первый попался, не знаю, вызвало симпатию. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Спасибо. Да. То есть это позволяет добавлять некоторые функции, как получается, дает возможность использовать два, какие-то фичи виртуальных. Проверяли? Работали. В каких машинах? В каких виртуальных машинах? Не пробовал. Не пробовал. Интересно очень, но не пробовал. Поделитесь опытом. Спасибо.